Здравствуйте! Это программа «Свободное время». Сильная занятость – это одна из распространенных форм лени. Не поленитесь и проведите 15 минут вместе с нами. И вот что мы покажем в сегодняшнем выпуске. В театре самое главное – жизнь человеческого духа. С этими словами заслуженный артист России Сергей Лунин выходит на сцену Калужского театра драмы уже 37 лет. Спектакль не один актер, а целый ансамбль. Сергей Холкин и его отношение к профессии. Театр, если он театр, всегда рассказывает нам об одном – о том, что происходит у нас в душе. В рубрике «Мастерская» заслуженный артист России Сергей Лунин. Он актер Калужского театра драмы. Служит в нем 37 лет. На сцене умеет создать глубокий многогранный образ в лучших традициях русского психологического театра. В рамках Рыбаковского фестиваля он номинант на премию «Актер России». Я работаю в Калуге, в Калужском драматическом театре. Этот театр наш старейший в России. Театр был создан по указу Екатерины в 1777 году. Я, конечно, у истоков не стоял. Работаю я примерно лет 37 в нашем театре. Приехал к вам на фестиваль с пьесой лучшей, как я считаю, и не только я, лучшей пьесой Островского, на всяком мудреца довольно простоты, где буду исполнять роль Мамаева. Почему его много ставят вообще в театральной России, Островск? Потому что все очень близко, все очень похоже. А чем мой герой? А он очень похож такой, он такой многогранный, он человек добрый такой, в чем-то наивный даже. Ну, этот Укостровский мог написать. Там есть все. И любовь к жене, ну, очень такая страстная, и очень особая интрига замечательно закручена. То есть, когда вот есть старшее поколение и молодое поколение, и как старшее поколение не хочет уступать своей позиции, завоеванной в мире, а на пятки уже наступают молодые. Мы на вашем фестивале, тут правда вот с пандемией, тут как бы дело на дело, но мы довольно уже были у вас 4 раза. Из 4 раз 3 раза я у вас был на фестивале. Первый спектакль, с которым я был, это был «Толстой плоды просвещения». Второй был приезд, это поминальная молитва. И вот сейчас мы приехали с Островским. Так что город мне знаком, очень нравится. Чистый, ухоженный, изумительный красоты город. Фестиваль замечательный, который связан с великим артистом. Как говорят в истории, это последний трагик той школы Николая Александровича Рыбаков, когда артисты не говорили на сцене, а пели. Пели, это вот Щепкин, Мачалов, Каратыгин. Вот это очень хорошо, что есть такой фестиваль. А потом очень хорошо, когда проверяется тот или иной театр на публику, на свою, по своей публике знает театр свой, актеру. И у нас, например, даже ходят на актеров специально, вот играет такой-то, такой-то актер, на него приходит своя публика. Здесь публика новая, и это очень хорошо проверяется на состоятельность. Школа Коршунова, в которой я учился, это была очень жесткая, очень серьезная школа. И там, я вам должен сказать, нас набрали 28 человек в 1976 году. После второго курса он отчислил 8 человек. 8! Осталось 20. И он даже говорил, я бы еще больше отчислил, если бы мне разрешили. Он же был генеральный директор Малого театра, и он уже очень болел, и он написал книгу, пережитую. Эту книгу с дарственной надписью он мне, с моими однокурсниками, переслал в Калугу, и раздался телефонный звонок. Я как раз был в театре, в гримерке. Мы много о чем говорили, и он мне говорил. И самое главное, что он сказал, он говорит, помни, помни на всю свою оставшуюся жизнь, пока ты работаешь в театре, что самое главное – это жизнь человеческого духа. Это самое главное. Вот креугольный камень профессии – жизнь человеческого духа. Когда я был молодым актером, вот нужно было в театре, ведь нужно было показываться в театре, показываться. Я это терпеть не мог. Поэтому, когда в Москве я учился, я мало показывался, поэтому никто мной и не заинтересовался. Но да, получается, что экзамен, но ведь, видите, тут как бы нужно об этом забыть. Забыть, что сегодня мы будем играть спектакль, и что сегодня у меня экзамен. Иначе происходит внутренний зажим, ты начинаешь стараться и всем показывать, какой ты хороший, какой ты талантливый, и ты, и ты, и только ты. Ни в коем случае. Об этом, ну, ты об этом знаешь, ну, и хорошо. Ну, как бы, отметит тебя жюри – хорошо. Ну, не отметит – все равно хорошо. Потому что самое главное, и в чем такой кайф нашей профессии, вот мы приезжаем, то есть живой человек на сцене, к живому человеку, который сидит в зрительном зале, понимаете? И как я говорю, если как бы люди другой профессии, врачи, работают тоже с человеком, с органами теми или иными, там, сердцем, там, аппендицит какой-нибудь и так далее, то мы работаем тоже с человеком, но с душой, с самой тонкой, удивительной и нераскрытой материей. Я много ездил по городам и весям, страшно подумать, но есть два театра в России – это вот Тамбов и Кострома, где так уютно, такой зрительный зал, такая сцена, не надо ничего кричать, педали, он прямо вот он, зритель, так сделан, вот эти ложи, такой уютный дом, вот, ой, я не знаю даже, если бы я был молодой, я, может быть, в Тамбов приехал работать. Сценическое искусство – подобное искусству портретиста. Оно должно обрисовывать характеры. Именно так и делает герой нашего следующего сюжета со своими персонажами. Это актер Мичуринского драматического театра Сергей Холкин. В рамках Рыбаковского фестиваля он также один из номинантов на премию «Актер России». Как произошло ваше знакомство с театром? Вот как у вас начал проявляться творческий потенциал? Случайно, абсолютно, потому что у меня, я о театре, ну, подростком, будучи там 17 лет, не знал, не думал, вообще не был ни разу даже. Ну, может, был там в детстве совсем маленький, сказку смотрел. И мама мне говорит, вот тут набор в студию театральную. Я говорю, ну, какая студия, мама? Что? Ну, да. А нет, как-то было нечего делать. Я пошел, и все, и с тех пор меня это не отпускает. Вот меня и затянуло туда. И уже сколько лет? Около, ну, 15-16. Я работал в Березняковском драматическом театре, где, собственно, и родился. Это Северный Урал. В Перми, в Пермский театр у моста, Топсе, Тюз Топсинский, и Мичуринский драматический театр. Вот так вот меня покидал туда-сюда. Ну, у меня супруга тоже актриса, и мы искали, путешествовали. И вот остановились 12 лет назад в Мичуринске. Шикарная труппа, очень дружная, очень сплоченная. В-четвертых, это режиссура, которая приезжает, которая меняется. Ты постоянно с разными режиссерами интересными работаешь. Все эти факторы складываются вместе, и получается, что это тот театр, в котором хочется продолжать работать. Интересно и за честь театра побороться. И мне кажется, что все ребята поддерживают эту историю. Ну, все мы вместе. Спектакль-то это, ну, не один актер играет, а все, ансамбль. Если ансамбля не будет, то я, ну, что я один? Я один ничего не сделаю. Фестивальный опыт очень важный в нашей профессии, в актерской. Потому что ты дома, на домашней площадке, ты, как бы, зрители тебя знают, наверное, любят. Тебе просто легко и свободно, да, существовать. Как правило, на домашней площадке. А когда ты приезжаешь, во-первых, тебя смотрят профессионалы, коллеги твои, актеры из других театров. И сцена другая, и все другое, и это стресс. И для профессии это очень важно. Потом, как правило, обсуждают что-то. Всегда интересно узнать какое-то мнение профессиональное. Не важно даже, там, критика это или похвала. Шукшин, ну, с Василием Макарычем у меня отношения такие давние уже. Больше по литературе как-то они складывались. В театре я тоже несколько раз сталкивался. И это материал, который, ну, он понятный, человеческий. И, тем не менее, несмотря на это, он сложный и глубокий. Там есть боль, да, и она такая, она понятная. Ну, мне, мне, мне понятная. Что касается именно этого Егора Прокудина, то он не нравится вот этот парень. Он нравится, потому что он, в нем тоже сложность вот эта. Он не знает, не знает, куда ему деваться, не знает. Он не может уже по-старому жить, не хочет, а по-новому не умеет. И тоже не знает, как. И это рождает такую, да, конфликт внутренний. Это боль проявляет его. И в этом, в этом интерес, как, 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 вот, как этот человек, да, в разных обстоятельствах, как он, как он себя ведет. И мне кажется, что трагический его финал, он закономерен у Шукшина, да. Что он не смог бы так жить. Вот так просто, спокойно. Коротко о характеризации. Вот профессия актера. Понятно, что о ней можно говорить часами. Это в двух словах не расскажешь, не покажешь. И многие вещи уже давно прописаны истинно, но тем не менее. Вот для вас профессия актера, артиста, что это? Ты всегда этим занимаешься. Все время у тебя нет... Не то, что возможности не заниматься этим. У тебя просто нет желания. Ты все время что-то... Все время, в смысле, я имею в виду, это мыслительный некий процесс происходит, работа внутренняя. И она постоянная. Ночью, там, перед сном, идешь-то по городу, еще что-то делаешь. И в этом ее и прелесть. Театр для меня все свободное время, да, все свободные мысли. За редким-редким исключением, да. И, наверное, для всех нас, да, для всех, для многих актеров, конечно, иногда хочется от него и отдохнуть. Но это быстро проходит, и без этого не можешь. Это как зависимость. Театр – это зависимость. Краткость «Сестра таланта» и наша программа подошла к концу. Встретимся с вами на следующей неделе в пятницу на канале «Новый век» в свободное от работы время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова